Делится, берется стена, там есть стена, скажем, 40 сантиметров кирпича, плюс на ней добавляется 10 сантиметров утепителя. Дальше мы заказчиком нашим любимым, который нам дает работу, который, скажем так, без нас. В этом большом формате, вот тут должно быть видно, вот это плюс 10 градусов, значит окошко у нас должно стоить посередине. Достаточно только впилить в подоконники решетку, чтобы была решетка, туда можно поставить подоконники с цветами. Добрый день, ребят. Сегодня мы находимся в Старшинах, у нас новый дом, мы уже почти закончили. Я хотел открыть маленький секрет. Один из факторов хорошего качественного окна является хороший качественный монтаж. Один из факторов хорошего качественного монтажа, один из них является, где расположено окно, в каком месте расположено окно. Скажем так, человек, который пять раз имел дело с монтажом, либо человек, который, не знаю, имеет лет 5-6 или хоть что-то, что-то знает о монтаже, они знают, как расположить окно. Зачастую вот монтажники, которые неопытные, они как, они приходят к хозяину, спрашивают, куда им смонтировать окно, в каком месте, дальше больше это неправильно. На севере, на севере зачастую монтируют окна поближе к наружному откосу, на юге, берем южные страны, Казиталия, Франция, Спания, окна стараются ставить за продюсос внутренней стенкой. Но, скажем так, у каждого есть такая техника, у каждого стоит своя техника монтажа, два техника крепления. Я хочу поделиться двумя техниками, как и куда нужно расположить окно. Вот первый, который, не знаю, многие, наверное, знают, делится, берется стена, там, если стена, скажем, 40 сантиметров кирпича, плюс на ней добавляется 10 сантиметров утеплителя, в совокупности это будет 50 сантиметров, она делится на три части, треть мы оставляем снаружи, две трети внутри, и это минимум, куда мы можем вытащить одно и смонтировать. Второй способ, второй способ, это способ, который используем мы, зачастую мои ребята, вместе со мной, у флагманов, у оконных производителей, у больших компаний, у них есть программа по расчету изотермы, точки рассы, витровой нагрузки, статической нагрузки. Такие программы, программы называются планер сиди, либо сиди планер открывает. В программе сиди планер, там можно учесть теплопроводимость каждого материала, кирпича, бетона, парализированного кирпича, пеноплекса, пенополистирола, минеральные ваты, все это можно вместе, в совокупности посчитать, и она нам даст точку, она нам выдаст изотермы. Что такая изотерма, это температура 10 градусов, ее можно сравнить с точкой рассы, что такая точка рассы, там можно загуглить в скипедии, вы найдете объяснение. Вкратце объясню, это температура, где пар из воздуха превращается в капли воды, вот это называется точка рассы. И окошко, окошко, она как элемент стены, она вот должна соответствовать этой точке рассы. Если она будет, чем ближе к плюсовой температуре, это будет лучше, если она будет ближе к минусовой температуре, это будет хуже, у нас будут расти грибы и пятый десяток. Ребята, ну и ребята, когда выезжают на монтаж, его дается вот такая справочная лист из сети планеров. Тут показан расчет изотермы, где должно стоять окно, сейчас я вам в ближайстве покажу. Теплопроводимость окон, теплопроводимость пакета, вся информация по окнам идет в этой брошюрке. Это не брошюрка, это, скажем, там 6 листовок, и благодаря этим листовкам, что тут нарисовано, это зачастую мое дело. Хочу дать совет, дайте я вам покажу, что тут внутри. Первая страница, это у нас получается результат по расчету изотермы, все цифры, все параметры. Вот, я не знаю, если видно, фокусируется на камере, тут есть синяя линия, вот это получается температура плюс 10 градусов. Есть темная линия, это нулевая температура, и красная, это у нас же плюс 20 в двух комнатах. Это у нас потоки тепла, как в стене. Это узел примыхания тепловых полей. В этом большом формате, вот тут должно быть видно, вот это плюс 10 градусов, значит, окошко у нас должно стоять посередине, температура плюс 10 должна быть посередине пакета. Это минимально, куда мы можем ее поставить. Нужно, как сказать, если мы на улицу вытащим, перейдем к красной линии, это плохо. Если мы засунем вовнутрь, это есть хорошо. Это у нас все же самое. Тут у нас цифры по установке, тут утеплитель, тут стена, цифры, штукатурка. Где должно быть расположено окно. И тут уже результат просчета коэффициентов теплопередач на каждое окно. Как работать с CD-планером, мы снимем видео, не сейчас, у нас куча работы, мы не открываем. Снимем видео, как работать с CD-планером, что-то, что-то такая, она очень хорошая. Хочу дать совет, скажем там, коллегам, монтажникам. Старайтесь уговаривать, скажем там, хозяевам, заказчиков, выставлять окна как можно сильнее вовнутрь, чтобы избежать этой точки росы, чтобы избежать грибка, плесени, все что-то всякое. И теперь совет дорогим заказчикам, нашим любимым, которые нам дают работу, которые, скажем так, без вас, у нас не было работы. Прислушивайтесь к тому, что говорит монтажная бригада, их инженер, их проектировщик. Хорошие, хорошие, грамотные монтажные бригады, хорошие, грамотные оконные компании, скажу так, они изучают, они что-то делают, не из башкета все это уберут. Старайтесь ставить окна ближе вовнутрь, в комнату, чтобы было плюсовой температуре. Боитесь, будет подоконник маленький, сейчас можно поставить любых размеров подоконник, достаточно только впилить в подоконнике решетку, чтобы была решетка, и туда можно поставить подоконники цветами. Если вам это видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. У нас будет еще очень много интересного, мы сняли кучу видео, не успеваем их просто перерабатывать, скажем так. И сезон начался, я думаю, очень-очень много интересного вы узнаете от нас. До скорой встречи, с вами был Бивол Александр, команда Профмонтаж, и следите за нами.